Запрос приговора со стороны обвинения во время прения сторон, заявленный на заседании Тверского суда 21 февраля по делу Пушкарёва, стал шоком для приморцев. Государственный обвинитель требует 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей для экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. 8 лет лишения свободы условно, а также штраф в 500 миллионов рублей для Андрея Пушкарёва, при этом назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 5 лет. Бывшего директора МУП дороги Владивостока Андрея Лушникова осудить на 14 лет колонии строгого режима и взыскать штраф в размере 375,5 миллионов рублей. Игоря Пушкарёва обвиняет в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, использовании заведомо подложного документа. У стороны защиты позиция неизменная на протяжении всех 33 месяцев заключения Пушкарёва. Признать невиновным. Доказанным считают единственный эпизод. Доказали только одно. Игорь Пушкарёв участвовал в управлении собственной компанией в нарушении 289 статьи. Мать-пенсионер и младшие братья просто не могли владеть такой большой компанией. Я процитирую гособвинителя. Отрицать управление компанией Игорем Сергеевичем нельзя, но делал он это как должностное лицо. Это и есть 289 статья «Участие должностного лица в управлении компанией». Игорь Пушкарёв в своём слове на заседании 27 февраля также обозначил конкретные доводы в защиту обвиняемых и перечислил ляпы обвинения. «Навидитель Минакова обвинил в том, что я опознавился на деньги ОТЭС, на дороги, на реконструкцию, на тему бельгами или на федеральные средства, но фактически ни в каких поставок, ни в каких контрактах городного Владивостока, дорожного Владивостока или в Востокце нет, не участвовал, не принимал и ничего не делал. То есть это просто фигура речи». К материалам дела также приобщены показания, исходя из которых только за 9 месяцев Пушкарёв оказал благотворительные помощи горожанам на 56 миллионов. Если посчитать благотворительные расходы за 8 лет, то получится около полумиллиарда рублей. Но по версии обвинения, для того, чтобы взять себе 143 миллиона, Игорь Пушкарёв придумал схему, в которой действовал через администрацию города и МУП. Хотя признанным остаётся факт подаренных на строительство дорог саммита ОТЭС стройматериалов на миллиард рублей и вызванных этим поступком убытков Востокцемента на полтора миллиарда. «Я со своих личных денег, своей компанией помогаю городу, жертвую миллиард рублей. На момент, когда я стал главой города, задолженность у МУПа была уже там порядка 20 с лишним миллионов рублей. До 25 миллионов. Сейчас МУП никого ничего не должен. Он получил прибыль более 500 миллионов, заплатил там только в 16-м году 92 миллиона рублей налог на прибыль и так далее. Уже сейчас три года, по сути почти, как МУП существует на тех запасах, которые были сделаны». Отмечено также, что гособвинитель не раскрыл существенный элемент состава преступления, а именно за совершение каких действий подсудимый получал взятки. По версии прокурора, Игорь Пушкарев получал взятки от своего брата за то, чтобы МУП покупал строительные материалы у Востокцемента по завышенным ценам. И Востокцемент от этого получал прибыль. Но в обвинении размер этой прибыли не отражен, как и наличие связи между якобы взяткой и прибылью полученной компанией Востокцемент в результате продажи строительных материалов МУПу. Таким образом, доказательства, которые имеют решающее значение для квалификации действий по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, в деле отсутствуют. Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями Пушкаревым подкрепить доказательной базой также не получилось. В деле не указано, чьи именно права нарушил Пушкарев, что конкретно сделал неназванные и потерпевшие. Администрация города Владивостока точно не является потерпевшей стороной, о чем ее представители неоднократно заявляли. И тогда непонятно, какими действиями Пушкарев дискредитировал органы местного самоуправления. Именно этот факт обвинения приводит к главным аргументам необходимости столь жесткого приговора. Вот так прокурор Татьяна Минакова в своей речи просит суд обратить внимание на социальную значимость уголовного дела. Я уже говорила, что дискредитация органов местного самоуправления, органов власти, хоть и, может быть, на первый взгляд кому-то кажется какими-то фактными словами, на самом деле это понятие, которое влияет на мнение населения о государственном устройстве Российской Федерации и, соответственно, дискредитирует, в принципе, всю систему управления, которая существует согласно нормативным правовым актам Российской Федерации. А тем временем во Владивостоке, в соцсетях и в прямом общении с прессой возмущаются запросом обвинения о 17 лет колонии строгого режима для Игоря Пушкарева и штрафе в размере полтора миллиарда для всех. В стороне не остаются и представители приморского истеблишмента, открыто выражающие несогласие с жестоким приговором. И вот 28 февраля Игорю Пушкареву предоставили последнее слово в суде. Экс-глава Владивостока еще раз заявил, что виновным себя не считает. Подчеркнул, что оказался за решеткой из-за конфликта с губернатором Миклушевским. В своем последнем слове я не хочу много говорить об отсутствии доказательств моей вины. Мне было совершенно очевидно, что судит меня не за то, что я совершил какие-то преступления. Следствие само не скрывало, что я оказался за решеткой в результате критики бывшего губернатора Примурского края. Миклушевский. Результатом данной критики явился длительный политический конфликт между Миклушевским и МО, который достиг своего апогея в апреле 2016 года, когда я победил на региональный праймерис в преддверии выбор в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательное Собрание Примурского края, которое должно было состояться 18 сентября 2016 года. По результатам данных выборов Миклушевский планировал сформировать лояльный ему законодательный опыт. Моя победа в праймерис лишала его такой возможности. Именно этим объясняется его обращение в мае 2016 года к федеральным правоохранительным органам страны и последовавшие затем отмены законного и обоснованного постановления следователя 15 мая 2015 года об отказе и возбуждении уголовного дела за отсутствие моих действий к составу преступления и возбуждения без достаточных поводов и оснований настоящего уголовного дела. Несмотря на то, что Миклушевского уже отправили в отставку, инерция правоохранительной системы, которая, как известно, своих ошибок никогда не признает, настолько велика, что я уже почти три года нахожусь под сражей по совершенно надуманному обвинению. Игорь Пушкарев в своем последнем слове также поблагодарил владивостокцев за поддержку и зачитал комментарии из соцсетей, в которых срок, запрашиваемый гособвинителем для бывшего градоначальника, называют чудовищным. Первое, что вспомнила, это суд над Васильевой. Все, что было до суда и после. А ей на минуточку первоначально предъявлялся ущерб в 3 миллиарда. 17 лет Пушкареву? Что это? Назидание, месть, боязнь, все что угодно, только не правосудие. По всей видимости, из дела Пушкарева хотят сделать показательный процесс. Продемонстрировать всем, что бывает с теми, кто борется с силовой машиной. Подобные действия, я считаю, дискредитируют саму суть правоохранительной системы страны. Игорь Пушкарев закончил свое последнее слово стихами и сказал, что рассчитывает на объективный и справедливый суд. Если я дискредитировал органы власти в Владивостоке, то и судить меня надо в Владивостоке. Именно жители Владивостока должны вызвать правосудию, взывать правосудию и требовать от меня сурового наказания. Но почему же меня судят в Москве? От лица жителей Владивостока выступают сотрудники Генеральной прокуратуры, которые так же далеки от Владивостока, как и их обвинения от правды. Свои выступления я хочу завершить словами стихотворения великого актера Валентина Гавр. При этом я тоже прошу прощения за бафос и ни в коем мере не приравниваю себя к тем, кому посвящены эти строки. Мамаша, успокойтесь, он не хулиган. Ваша честь. Это мое последнее слово. Я рассчитываю на объективный и справедливый суд. 28 февраля на слушании судья обозначил дальнейшие действия. Суд удалился на месяц для вынесения вердикта по уголовному делу. Приговор будет оглашен в 11 часов 2 апреля 2019 года. Напомним, государственный обвинитель запросил 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей для Игоря Пушкарева. Отметим, что экс-мэр Владивостока находится под стражей уже 2 года и 8 месяцев. Корреспондент Реа Владнюс вел онлайн-трансляцию из Тверского суда города Москвы. И все подробности можно прочесть на его страницах или на официальных страницах экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.